Всем пламенный привет! С вами Блэкросс! Сегодня мы поговорим о B-39 K-1 Aircobra. Самолет был неоднозначным в прошлом обновлении, но сейчас он видоизменился, и мы посмотрим, что же стало с ним. Самолет по-прежнему остается неплохим в качестве самолета-бумзумера, мы неплохо чувствуем себя на вертикали, а теперь посмотрим, почему же. Ну вот представьте, флаттер у нас 870, хорошо. Прям фантастика какая-то, просто ракета. Единственная проблема, выходить тяжело с такой скоростью, а так 870, можно помахать ручкой смело всем, кто сел вам на хвост в километрах на пяти и спокойненько от них улететь. Ну и, конечно, поворот. На скорости в 620, 630 мы спокойненько поворачиваем, никакие крылья у нас не отлетают в стороны, и то, что было раньше, это остается страшным сном. А сейчас есть прекрасная реальность, и пока ничего не изменилось, смело садимся на П-39К1 и идем нагибать. Как я уже говорил, самолет для поклонников бумзума, и это так. Наша основная сила это 37-мм пушка, которая рвет все в пух и прах. Основная наша задача, пулются ей на коротких дистанциях. Именно там возможность промазать у нас крайне мала, и мы реализуем ее очень хорошо. Атаковал я Хелкета, вы видели, я не стал закручиваться, теряя драгоценную скорость, а начал уходить наверх. Бегу себе спокойненько наверх, мы неплохо сохраняем скорость для этого самолета. И вообще, из линейки премиумных и наградных самолетов, ну я имею ввиду King Cobra, P63A5, A10, они стали, конечно, менее интересными. Во-первых, потому что их кидает к более серьезным противникам, и во-вторых, как мне показалось, именно эта Кобра пока что обладает набором характеристик, которые позволяют биться на этих уровнях более эффективно. А лобовая с Хелкетом, ну он здесь имел худшую позицию, он растерял всю скорость, а я шел на него в лоб и, конечно, психологически давил своей 37-миллилитровой пушкой. Что ему оставалось? Да ничего. Надо было раньше уходить с курса, но он все-таки сделал это уже после того, как завязался бой в лобовой. И он получил повреждения и подставил, как пытаясь уйти, подставил площадь. Довольно серьезно. И за что и получил. Видите, у меня небольшие повреждения, и тут ничего страшного, я могу вести бой по-прежнему. И кто-то скажет, что нельзя ходить в лобовую. Да, в лобовую ходить не очень хорошо, не совсем правильно, но, опять-таки, бывают моменты, когда лучше пойти в лобовую. И тем более на Кобре это очень-очень неплохо, имеет какой-то смысл. В первую очередь, потому что двигатель находится за пилотом, а не впереди, как и у многих самолетов. Это плюс, но это же и минус. Если вы попали в догфайт, или просто вас кто-то проатаковал неожиданно и попал в фюзеляж туда, в зону за пилотом, есть вероятность, что вы потеряете двигатель. Поэтому, ребята, поаккуратнее в догфайты лучше не вступать. А если и влезли, смотрите по сторонам, чтобы вам никто не подал в двигатель. Бегаю за тайфуном, несчастный пытается что-то сделать, летает туда-сюда, разворачивается и каждый раз получает по чуть-чуть. Вот и сейчас он получает из пулеметов. Да, конечно, не критические повреждения, но так или иначе, летать ему становится все хуже. Вот я разворачиваюсь и готов добрать его, тем более, что есть рядом Thunderbolt. И против двоих, возможно, я не вывезу. Пациентов 80, а то и 90-99. И ловлю на развороте я от тайфуна, и он хорошо получает. Еще один минус. Но вы видите, что творит Кобра. Основной калибр кончился. Я принимаю решение, что нужно идти до последнего. Лобовая с Thunderbolt, я целюсь примерно в двигатель. Но наношу им несколько повреждений, мы друг друга продамажили. И неизвестно, кто получил больше повреждений. Ну, видите, крыло, закрылок, фюзеляж. Но ничего страшного. Бой я еще могу продолжать. Видите, худо-бедно разворачиваюсь и двигаюсь за моим противником. У нас есть 400 патронов 12.7 и 3762. На этих уровнях тоже 7.62, ничего, так пойдет вооружение. Ну и сами браунинги, вы знаете, что они очень-очень неплохи. А вот упадает Thunderbolt. Вот как-то так. Три минуса. Бой выигран. И самолет, конечно же, что называется, мне в этом очень-очень сильно помог. Его характеристики в очередной раз не могут не радовать. Вот как он фармит. Можете посмотреть. Да, может быть, очков исследования не так много. Но все-таки, извините, самолет второго ранга. Так или иначе, он неплох. И как для фана, так и для прокачки некоторых самолетов второй-третьей эпохи или ранга. Он очень-очень подходит. Вот небо Кореи. К сожалению, не вошли в бои с японцами и немцами. Но с японцами все просто. Если с зеро пользуемся скоростью, вылетаем с немцами, завязываем бой на вертикали вниз. Либо бьемся с ними на вертикали, если есть адекватные союзники. Бедный Як бьется с Корсарами. Я понимаю, что ему довольно тяжело. Хожу сейчас выше, чтобы с нормальной позиции атаковать противника. И падаю. И что я вижу? Что делает Корсар? Я не верю своим глазам. Он подвешивается вверх ногами, за что и получает 37-мм привет. Но такой вижу впервые. Хотя и не удивлен. Чего только не увидишь, что потом в цирке не смеешься. Еще один Корсар. И я принимаю решение, пользуясь хорошей скоростью, тащить его на вертикаль. Он идет на вертикаль, принимает вызов. Но дальше понимаешь, что что-то идет не так. И нужно бежать. Бежать? А куда? А некуда уже бежать. Я захожу, прицеливаюсь и веду огонь из всех стволов. Есть попадания множественные. Ему уже совсем нехорошо. Даже пожар. Ну и чтобы не мучить человека и отпустить следующий бой, я должен оторвать ему крылом. И оно отрывается. До свидания. Вот вам и П-39. Машина очень и очень хорошая. Может быть в чем-то имбовое. Все-таки вы... Флаттер 870. Это уже что там. Ну и конечно же вооружение. Опять-таки не стреляете с 37-мм орудий на длинные дистанции. Ну ни к чему это. Подошли на максимально близко и всадили. И все. И улетели. Спикировали, всадили, улетели. Все по покрышки. Атаковал лайтнинг. К сожалению, не получилось продамажить. И пользуясь хорошей скоростью. Никаких виражей до воротов. Я просто ухожу обратно наверх. Чтобы спасти себя. Меня поливает. К счастью трассерами. П-400. И тут ничего страшного нет. Я вижу, куда он стреляет. И спокойненько ухожу. Скорости хватает. Да, мы неплохо сохраняем эту скорость. И я иду наверх. Понимаю, что сейчас я тащу его за собой повыше. Развернусь на горочке. И буду атаковать его в лоб. В то время как П-400, уже растеряв много скорости, превратиться в не очень управляемую машину. И, конечно же, к этому моменту у него, скорее всего, нет пушек. Там маленький боекомплект, 60 снарядов. И у меня есть преимущество. И что я делаю? Атакую его. Атакую его. И, к сожалению, есть только небольшие попадания. Но не из главного калибра. Ну что ж, ладно. Пусть живет. А я двигаюсь дальше. Есть основной враг. П-30-80. Довольно серьезный в этом патче. И я пытаюсь его уничтожить. Есть попадание. Он сразу же загорается. Хотя и мне приходится очень-очень тяжело. Ой, видите. Баки текут. Крылья пробиты. И фюзеляж. А что делать? Я пытаюсь идти домой. Пытаюсь идти домой. Кстати, загадайте, смогу ли я дотянуть до базы или нет. С такими повреждениями. И практически без топлива. И я вижу, что лайтнинг падает. В общем, 37 миллиметров. Отличные летные характеристики. И неплохой относительно баланс. Делает этот самолет крайне-крайне интересным. Всем рекомендую. Наслаждайтесь полетами. Летайте за СССР. Ну что ж. А на сегодня это все. Кому понравилось видео, ставим лайк. Кто не подписан, но горит желанием, подписываемся. И всем чистого неба и хорошего настроения. С вами был Black Rose. До новых встреч. Пока-пока.